Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Сегодня у нас с вами будет очередной обзор на канал Алекса Брежнева. Ну что у Алекса? У Алекса проблема на проблеме. После поисков невесты, которые, как вы прекрасно знаете, не увенчались успехом, Алекс выложил свое собственное разоблачение, где он рассказал, как сам попал в свой собственный капкан. Ну, как известно, не рой яму, а другому сам в нее попадешь, да. Ну а сейчас, знаете, проблема еще круче. Его, по его же словам, пытаются лишить украинского гражданства. Да, не дают ему украинский заграничный паспорт, украинский заграничный паспорт. Вообще сам украинский паспорт он получил еще в далекие 90-е годы. Тогда, когда был как раз-таки развал СССР, да. А сейчас он решил получить загранпаспорт. До этого, по словам Алекса, он был ему абсолютно не нужен, поскольку он пользовался канадским паспортом. Приезжал он всего-навсего на три месяца и уезжал. Иногда, да, иногда он задерживался дольше, чем на три месяца. И тогда ему всего-навсего приходилось платить штраф в размере 60 евро, как нарушителю миграционного режима. То есть получается 60 евро – это максимальное наказание для нарушителей миграционного режима. И тут Алекса осенило. А зачем он будет платить вот эти вот 60 евро? И решил он пойти другим путем. Пошел он в паспортный стол, заплатил там все вот эти налоги, сборы, да, порядка 50 евро. А там ему сказали, что поскольку он получал гражданство Украины на территории Крыма, которая теперь не относится к территории Украины, да, то ему теперь необходимо предоставить документы, которые подтверждают, так скажем, его личность. И Алекса сказал о том, что у него есть огромное количество документов, которые он предоставил и так далее и тому подобное. Да, далее его вызвали в миграционный центр, задавали ему огромное количество вопросов, причем, знаете, говорили с ним на украинском языке, он был просто в шоке. Ну, чему тут удивляться, да, на Украине говорят на украинском языке, в принципе, это как бы понятно и нормально. Но он говорит, что я вообще не в зуб ногой, я этот язык вообще не понимаю, причем заставляли его еще и писать на украинском языке. Он говорит, я уже и на русском-то, в принципе, писать разучился, не то, что на украинском. Но по большому счету оно и понятно, да. И вот сказали, в итоге ему отказали в выдаче украинского загранпаспорта. Знаете, получается, не зря говорят, что скупой платит дважды. Так, захотел Алексу сэкономить вот эти злосчастные 60 евро. А что в итоге? А по итогу он просто переплатил уже в несколько раз вот эту вот сумму в 60 евро и наделал себе огромных и огромных проблем. Теперь его личность необходимо доказывать, необходимо ему предоставить паспортный стол свидетелей, помимо, значит, родителей, которые у Алекса проживают за границей, да. Как он сказал, можете себе представить, если я даже вот предоставлю, вот, если у меня появится возможность, если родители смогут приехать для того, чтобы доказать мою личность, это во сколько, мол, нам денег обойдется, билеты за границей и так далее и тому подобное. Плюс там друзья должны будут его, значит, опознавать и так далее и тому подобное. В общем, знаете, получается, не было печали, купила баба порося. Так и Алекс. Вот не было проблем, но он создал просто проблемы абсолютно на ровном месте. Теперь получается, что помимо того, что он не может получить украинский заграничный паспорт, его еще могут и вообще лишить, в принципе, гражданства. Ну вот, как-то так, да. И, друзья мои, еще очередной влог с другого канала Алекса Брежнева я хочу с вами немножко обсудить. Встреча с подписчиками на Черном море. Да. Как говорится, что такое не везет и как с этим бороться. Приехал Алекс с подписчиками на море пожарить шашлыков. Ну, те его пригласили. Ну, и там случился облом. Алекс сказал, что территория частная. Правда, ну, вообще, их попытались оттуда выгнать. Но единственное, что хороший момент, дали все-таки дожарить шашлыки. Ну, и они вот дожарили шашлыки и сели их есть. И, знаете, как в той пословице, аппетит приходит во время еды. Честно, парни-подписчики молодцы. Которые его пригласили. Пригласили Алекса, так скажем, немножко развеяться. Развеяться, да. И вот вспоминаю я сразу, как он говорил, что, помните, вот с подписчиками ему встречаться не хочется. По одной простой причине. Потому что им всем от меня что-то надо. Ну, получается, всем да не всем. Просто есть люди, которые действительно его смотрят. Которым он тоже импонирует. Которым он нравится, да. Люди хотят с ним пообщаться. Ну, что в этом плохого, да. И вот взяли они все эти, значит, моменты на себя. Сами купили мясо. Сами замариновали. Сами организовали весь этот, так скажем, всю эту поездку. Да, и вот выехали, вылезли Алекса. И тем более сейчас, вот как раз-таки в этот момент, когда у него проблема с гражданством, проблема с получением загранпаспорта, немножко скрасили всю эту обстановку, всю эту ситуацию. И, в принципе, по большому счету, ну что можно, что могут получить вот эти вот парни, вот эти подписчики от Алекса. Зная Алекса, абсолютно ничего, да. И вот смотрю я, знаете, на Алекса. Нет, чтобы как-то порадоваться всему, всему хорошему, что есть. Порадоваться морю. Порадоваться хорошему общению. С хорошими, приятными людьми. Вкусному шашлаку. Нет, сидит, как старый дед. И вечно ворчит, что ему, знаете, все не так, все не это. И брынза для него слишком соленая, и холодно очень, и замерз он, и погода пасмурная. Да. Ну вот так хочется Алексу сказать. Алекс, не ищи негатив там, где его просто нет. Радуйся. Вот таким вот встречам, которые здесь у тебя есть, на Украине, а там у тебя их, в Канаде, возможно, долгое-долгое время вот таких вот приятных, хороших людей, вот таких радушных разговоров, вот этого вот тепла, которое еще вот, да, которое здесь настолько это все легко и просто, то в Канаде у тебя этого просто абсолютно не будет. Ну нет, не получается у Алекса радоваться. Знаете, самое интересное, пока Алекс трясся, как осиновый лист от холода, один из подписчиков, молодец такой, не представляете. Устроил самый настоящий заплыв в ледяной воде, да. Ну а Алекс тем временем еле дождался момента, чтобы сесть в машину и согреться. Ну и в машине Алекс продолжал свои стенания. Оказывается, да, значит, парни пригласили его в кафе дальше попить горячего чая, ну чтобы Алекс как-то смог согреться, да, естественно, все были за рулем, поэтому никакие горячительные напитки, естественно, не разрешены. И вот они пригласили его дальше продолжить общение в кафе, в ресторанчике, по словам Алекса. И вот поехали они туда. Алекс сказал, что да, кафе находилось очень и очень далеко. Ехать на машине так далеко он не привык. Он сказал, что несмотря на то, что он трак-драйвер, бесплатно так далеко ездить он вообще не намерен в принципе. Но, с другой стороны, поскольку он трак-драйвер, по идее, он должен любить свою работу и должен любить вообще сидеть за рулем, ездить за рулем, не знаю. Ну, видимо, для него это какие-то проблемы. И вот все он даже, значит, стенал, получается, и в машине, что ему все не нравилось. Приехал домой и решил поделиться впечатлениями. Вместо того, чтобы поблагодарить вот этих вот подписчиков, вот этих замечательных молодых людей, которые у меня лично ничего, кроме позитива, не вызвали. Вот, представляете, вас приглашают на шашлыки, там еще куда-то, на какое-то такое приятное мероприятие масло-масляное, да. И делают для вас, накрывают стол, как-то заботятся о вас, и так все хорошо. Потом еще вот вы заметили, что вы замерзли, везут вас в кафе, чтобы вы согрелись с горячим чаем. Поэтому, естественно, у человека это вызовет массу, огромную массу позитивных эмоций. Ну, не тут-то было. И вместо того, чтобы поблагодарить вот этих вот парней, да, которые потратились, которые купили это мясо, которые его потратили свое время, его замариновали, как-то пытались, значит, Алекса развлечь своими историями, еще чем-то, Алекс начал вещать о том, что, мол, так и так, вот, все пошло не так, с самого начала, я думала, нафиг, мол, я поехал, пришлось рано вставать, пришлось трястись в машине около часа, плюс я, мол, замерз, вообще это все не для меня, я, мол, не такой стойкий оловянный солдатик, вот как тот парень, ну, не помню его имя, который, значит, устроил этот заплыв в ледяном море, да. Ну, и вот я на все это так смотрю, и, честно, мне сдается, что, посмотрев вот это видео, в том числе, вот, его посмотрят, естественно, и те же парни, которые его приглашали, и те же подписчики, да, и запал, знаете, пропадет у них, у них, и еще у кого-то другого, кто просто вот захочет куда бы то ни было, кто до этого, может быть, хотел куда бы то ни было Алекса пригласить, и запал у них действительно пропадет, потому что Алекс вечно всем недоволен, всегда. Я считаю, что мог бы он и выйти с своего вот этого образа вечного нытика, вечного нытика, хотя бы вот на шашлыках, хотя бы в этой ситуации, он мог бы сделать вид, что ему абсолютно все нравится, что его все устраивает, да. А знаете, друзья мои, о чем я еще подумала? А может быть, Алекс вообще сейчас вынужден искать себе вот друзей, поскольку ему необходимо, ему предстоит процедура идентификации. Может, поэтому он вынужден был вылезти из своей теплой берлоги и отправиться с незнакомыми людьми куда-то на шашлыки. Как думаете? Напишите мне, пожалуйста, об этом в свои комментарии. Ну, а у меня на сегодня все. Вот такой у меня получился обзор на канал Алекса Брежнева. Естественно, всем вам желаю прекрасного дня, хорошего настроения, всех вас целую и обнимаю, берегите себя и своих близких, ну и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии, да. Все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok